Сложно добирались до нас? Да, у нас там вообще был такой трэш был. Мы были в Тверской области. В Тверской области? А где? С Сергеем. Ого, это близко. Да, там был, короче, ивент, пати. Мы там играли, потом сюда приехали. Ну, короче, там целая эпопея. Мы приехали в Белгород, поиграли, мы поиграли в Белгородице. Поиграли в Белгородице. Потом сели на поезд, на поезде мы спали, тупили, проснулись. Приехали в Москву. Приехали в Москву, у нас там, это был ивент такой, обладатели Тойот Тундра решили собраться и поквасить. Ну, и заодно послушать наш музон. Мы сели в одну из этих Тойот Тундр. Это огромный такой джип, короче, самосвал, здоровый. Ну, не знаю, классный, не классный, это на любителя. Вот. И, короче, там сначала по Москве гоняли. Водитель Миша и вообще сам организатор этого всего очень классно матерился. И там было много впечатлений именно о Москве. Мы пролетели и так... Всё, нету. Ну, было очень много прикольных таких матюков глубоких, когда он там где-то не вписывался, я тебя там очень крепенько. И там целый такой набор, комплект таких фраз, которые просто они стали какими-то крылатыми фразами. Вот. И приехали туда, жопы отбили на дороге, приехали туда, отыграли там, побыли там день, отыграли. Ну, это всё происходило с каким-то употреблением алкоголя в немеренных дозах. Вадик вообще играл под гитару с обладателем Тундры. Ну да, сидели там. Не скучались. Развлекал, короче, всех очень крепко. Что ещё? Ну, приехали сюда вот как бы. По снегу там. Да, мы ехали на Ладе Калине. Ощутимо после. После Тойоты Тундра и там что-то ещё были какие-то... Ну, не важно. Надеюсь, ты на жёлтой? Не, не на жёлтой. На чёрной вообще, какой-то чёрный бумер. Да, она была белая. А, тут Бадула там была, я помню. Не важно. Ну, короче, Лада Калина, офигенная машина. Слава Богу, ну, как бы вот живы всё. И водитель был ещё такой интересный. Он бывалый по нему видно. Он просто крал. Между фурами. Между фур, такой чик, оп. Ну, комбинации вообще чит-кать. Приехали сюда, поиграли в одном клубе, приехали в этот клуб. Поиграли. Поиграли. Ну, вот такая вот у нас развлекуха. Полазили по Питеру, классно. Ну, вообще всё классно. Ну, короче, всё классно. Ну, лично мне всё понравилось. Если бы я вчера пил меньше, то я сегодня бы ещё нормально погулял. А сегодня не получилось с нами погулять. Короче, это был очень дикий бадун. И мне было ужасно плохо. И предпринимать что-то было вообще бесполезно. Ну, было выпито очень много воды. И, напившись воды... И... Написать ещё пару альбомов. А знаете... Нет, не пару, но... Пару десятков. Пару десятков? Это если... Да, пару десятков. Да, пару десятков альбомов. Напишем. И, главное, не спиться в этом моменте. А знаете, как Вы относитесь к тому, что вот сейчас рокеры стали, ну, практически поголовно, такими побортиками здорового образа жизни. Бросают пить, и курить, и вообще всё... Мы из-за этого рок играть перестали. Мы... Мы осуждаем это. Это... Ну, как это... Пчёлы против мёда. Ну, что в самом деле. Карлсон против варенья, да? Да. Карлсон против варенья. Винни-Пух тоже с ними как бы поддерживает. И мы тоже как-то из этой... Трэш. Трэш. Нет, употреблять алкоголь нужно. Угу. Но... С хорошими людьми. Угу. И можно хоть до... Хороший алкоголь. Хороший алкоголь, да. С хорошими людьми. Хоть до всрача. О-о-о. Может родиться какая-нибудь такая идеальная хрень, и ты потом на своём каком-нибудь телефоне увидишь эту идею. Или в Ютубе. Ну, или в Ютубе, да. Ну, всякое может быть. Ну, отказ от алкоголя, пить молоко, заниматься спортом. Фу. Не, лучше девки с девками гулять там, не поправлять и употреблять всё равно алкоголь в вымеренных дозах. Ну, по-разному. Девки кстати не против, как показывает практика, гулять. Ну да, конечно. Это да. А как вы думаете, что будет сроком через 20-30 лет вообще? 20-30 лет? Да. Через 20-30 лет будет нейротический кризис. Какой? Да. На планете пропадёт электричество, и все будут играть акустику. Угу. И, 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 всё. Подожди, а я, то есть всё, всё, то есть акустику... Жизнь без интернета будет. Ага. Реальная, а не виртуальная. А когда, вернёмся в виртуальную реальность. Что будет с миопольцами? Да. Не знаю. Сложнее будет. Слышишь, а что ты, короче, ну пил сегодня? Я... Я сегодня на Аврору видел, в отличие от тебя. А, да, я не видел. То есть у меня революционная... Мы с матросом братались там, нормально. Он потом, не знаю, 100 рублей просил мне? Нет, он наоборот хотел отдать, чтобы я от него отвязался. А, то есть это новый формат. Новый вид, как говорится, нищенства. Я понял. Ну... Знаете... Извините, что перебивает. А, у нас тут уже потекла беседа. А автоматически куда-то улетела вообще в другую. Ну, бутылка появится сейчас. Уйдём от какой-то постапокалиптики. Продоложаю. Я... Я хочу уйти от какой-то постапокалиптики в более какие-то философские размышления. А как вы думаете, как бы сформулировать, что самое страшное худшее человек может совершить в своей жизни? Перестать верить в Деда Мороза. Это самое страшное. С Новый год тогда вообще это только президент по телевизору и всё. И никаких чудес. Какая самая большая ошибка, которую человек в принципе может совершить в жизни? Ну, не знаю. Мы, наверное, это проехали. Рох играть! О! Самая большая ошибка в жизни. Ну, потому что потом захочется бросить, а нельзя. А уже не получится. Береги, крест, прочие там вот эти... Как это... Обязательства, обязанности. Какие ещё есть синонимы? В общем, так. Да, я ничего не понял, но на всякий случай обиделся. Самое плохое, что может сделать человек, это перестать верить в Деда Мороза и начать верить в Санта Клаус. Ну, да, по-моему, это самое большое. О! Да! Развил мысль вашу, да? Да, у нас такое бывает иногда. Вот, можете рассказать о том, что вы планируете делать дальше? Вот. Ваш творческий план, хотя, в принципе, это считается таким банальным вопросом, но он, в принципе, актуален. Что вы хотите... Что дальше? Вот. Что вы планируете сейчас делать? Мы реально не знаем. Ну, как так? Ну, я не планирую. Мы пишем песни, те, которые вот нравятся нам, да? Играем ряд песен, которые нам нравятся. Мы их переделываем так, как нам нравятся. Мы их играем в клубах. Ну, короче, что-то там каких-то грандиозных целей, планов. Нет. Не грандиозных, а обыденных. Обыденных? Да, да. Ну, я хочу себе машину купить. Какую-нибудь, не знаю, хорошую. Хорошую. Да. А плохую, плохую для начала. Нормально, что ты сразу хорошая. Плохая у моего брата есть. Все так субъективно. Я поездил на плохой машине. И вот она стоит у брательника. Все, не хочу. Но она лучше стала. Нет, она еще хуже стала. Ты машину портишь. Зачем тебе сразу хорошую? Тебя надо плохую. Все, хорошую. Не-не-не-не. А что мне плохую? Ты же сможешь ездить со мной. Хорошую машину. Все. Знаете, расскажите, как вам Питер, как вам питерская аудитория? Ну зашибись все. Ну как? Ну как, зашибись все. Как это отличается от других аудиторий вообще? Да, такие же люди, такие же веселые, такие же позитивные. Этикетки на алкоголе и сигаретах на русском языке написаны и, короче, марки акцизные другие. Аудитория такая же, веселая такая, позитивная везде. Молодые люди, не молодые, старые передовики бывают на наших концертах. В общем, всем все нравится, все рады, все улыбаются. А кому не нравится, тот не улыбается. В общем, как-то так все. Все достаточно просто. Да-да, нет-нет. В общем, как-то так. Питер, город нас как-то печатлил. Тут люди тоже общительные, на улицах общительные люди. На улицах? Да, да. Не знают, откуда надо идти, спрашиваешь, идешь потом кругами, чагирями, но уверенно рассказывают дорогу. Вот это вот да. А сегодня впечатлило, когда мы пять кварталов прошли таким куликом. Зато Зайчий остров я увидел. Да? Да. И как вам? Зайцев там не было. Наверное, Зайцы уже сейчас на трамвае пересели, то есть остров как-то обезлюден. Обезза... Обезза... Вот это слово. Да. Обезза... Зайцевался. Да. Обезза... Зайцевался. Допустим, вы еще... Ну, допустим, у вас есть материал, у вас есть какая-то песня, которую вы еще ни разу не играли. Переда у аудитории каковое, что вы чувствуете, исполняя ее впервые? Да у нас на самом деле два альбома записано авторских, и мы из них там песен 20 не играем. Поэтому, когда мы что-то разучили, там опять сыграли, ну как, ну сыграл новую песню, это прикольно. Потому что старая, когда наиграешься уже, вообще такое, грубо, опять эта песня. А новая такая новая песня, да? Ну опять-таки, она старая для нас, старая для многих, она новая. Сегодня пришли люди, новые люди, которые нас не слыхали ни разу. И наши старые песни для людей новые. Да, для них новые. Знаете, как вы сейчас сказали про ваши альбомы, а как вообще сочиняете песни? Как вы подходите? Это же такой творческий процесс, ну допустим, многим людям, у которых там не очень творческие, этого не понятия. Скажите. Ну, я бы заключил сейчас такую тему, что это надо прочувствовать, проникнуться, какие-то эмоциональные там переживания, это все надо пережить, пропустить через себя, связаться с космосом, там бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Нет, ни хера, берешь листик, ручку и пишешь текст. Опа, и песня. Опа, песня. Ну там, аккорды, бла-бла-бла-бла. Вообще, кто же расскажет, все же начнут писать. Да. Погануться, играть, конкуренция возникнет, сцена прогнется, а потом лопнет за количество музыкантов, люди в зале поисчезают, все переквалифицируются. Все станут музыкантами. Ну там, нет, мы секрет не расскажем, не-не-не, мы когда уже старыми, старыми больными выпустим большую такую брошюру, как написать книжку, а вот открывай, там пустая книжка, бери и пиши. Лучше работать на износ, а ничего не делать, по-вашему? Ух ты. Что значит работать на износ? Прям совсем очень много работать, или прям ничего не делать? Как работать? Ну понимаете, что в данном вопросе является работой? Это, смотрите, есть такая пословица, это не понедельник плохой день, а это работа у вас хреновая. Это то, что в вашем понимании мы занимаемся. А в нашем понимании мы занимаемся не работой, мы любимым делом занимаемся, от него не устаешь. Это как от любимого человека, от него устать невозможно, это если ты устал от любимого человека, значит он уже нелюбимый. То есть вот так, да? Да как тортик объелся, все уже, не хочется, значит тортик разлюбил. А тут как бы мы пашем, как вот, ну со стороны, наверное, может что-то видно, что-то... А, всем кажется, слышишь, точно. Да, все говорят, что ты вот это, блядь, сутками... Да, пропадаешь. Ну да, ну запикают. Да, да. Что ты, короче, все время там пашешь, песни пишешь, ночами. Когда ты живешь, как можно не спать четверо суток подряд? Можно? Ну вообще. Ну легко. Ну как? Ну как, просто не спишешь и все. Нет. Не хочется. Ну не хочется. Не может быть. Ну как такое может быть? Ну может быть. Ну может быть, бывает, нормально, все работает. И все отлично. Потом поспал там, выспался, типа нормально, поспал там 8 часов с подушкой, с одеялом, мягко, все там. Выспался, пошел дальше. Да, физиологические надобности. Да, справил вперед. Извините, что переводить, сколько вот после 4-х вот таких дней нужно выспаться, чтобы прям выспаться? 8 часов. Нет. А это если... Это если... А если будешь спать больше, будет хреновее. Надо поспать 8 часов, и нормально все. Всего так. Ну поспал и все отлично. А знаете, на какой вопрос вам по самим, в принципе, вот хочется ответить, там вот думать, спросили бы меня, а чуть никто не спрашивает, никто не додумался еще. И что это за вопрос? Да у нас как бы отношение к вашему, ну к интервью, это как диалог. Ну к вашему там вообще интервью, как диалог. Ну вот как бы интересно вот вам что-то нас спросили, но нам интересно ответить на это. Это за такой вот диалог идет как бы. И поэтому, ну какой вопрос хотелось бы ответить, никакой не спрашивают. Да черт его знает на какой. Ну знаете, даже если разговор идет в форме диалога, есть какие-то определенные вопросы, на которые нравится отвечать, а на которые не нравится. А тут надо все просто по-честному. Угу. Ты же, блин, как это, не нравятся какие-то вопросы. Ну не знаю там, я же сейчас могу спросить какой-то вопрос, на который... А ну-ка. Давай валяй. Ааа, понеслась. Я не готовила, черт возьми. Всегда все время этот вопрос мне... Мне какой-то вопрос, который... Не, мне даже интересно, что это за вопрос, блин. Ну да. Может сколько у Невы в Дельте... Нет, мы просто тупо этого не знаем. И там вот там... Мы скажем, а? А? Что? Я вас сегодня услышал, просто первый раз мне понравилось, хотелось бы все-таки еще послушать. Чтобы не дай бог не попасть на концерт, да? Ха-ха-ха. Ахать из города. Да, да, да. Нет, если бы я хотел сбежать, я бы уже убежал. Придеть всех друзей там. Как вас дела? Я думаю, может мало ли там работа там, все дела. Ааа, короче... Да. Да. Это вопрос с несколькими, наверное, неизвестными. Да. Мы есть ООО, мы же есть в интернете. И вы есть в интернете. Мы все там как-то переконтачим и будем сообщать там каких-то там... Ну, точной даты нет, скажем так. У нас вообще этот тур как-то нарисовался из одного мероприятия. Потом мы к нему еще один концерт давали. Потом так, о, поехали туда. Раз, еще два. Потом говорят, ну а что вы там ездите по России? Давайте еще раз в Белгород. Мы опять в Белгород. А у нас в Харькове там концерт как раз в субботу. Мы так вот так-так-так. Ну, как-то вот даты так забиваются, забиваются, забиваются. Как-то не систематизировано. То есть взяли вот лыжи в руки и поехали там. Кто-то сказал, о, можно есть окно там. Ну, я знаю, как-то так договариваемся. То есть особого нету такого, там, линейки логарифмической, там, посчитали у такого, там, звезды, там, Кассиопея. Рыбы к большую медведицу зашли там. И все, короче. Бора! Бора, знаешь, уже. Бора, все. Ну, как-то с этой. Или это, в принципе, один как бы. Людей с людьми. Или есть какие-то принципиальные отличия? Молодежь того поколения, теперь уже, наверное, не молодежь. Ну, понятно. Ну, все-таки, если смог. Ну, короче, вот все в отличие. Не, ну, Совок делал некоторые классные штуки. Не было, там, такого большого потока, не знаю, там, мажоров, да? Угу. Что еще? И все. Да? Не, ну, может, там это было все дружнее, там, может, менее меркантильнее все были, наверное. Ну, да, все были как карандаши простые. Простые. Ну, там была какая-нибудь кучка немного людей, которые там, да? Пытались. Они были другие. Не, на самом деле, сейчас все по тусовкам разошлись. У нас своя тусовка, там где-то какие-то диджейские тусовки творится. Своя какая-то там. Сейчас стилей много. Много. Каждый выбирает то, что ему нравится. Это как вот шведский стол. Кто-то рыбу пошел там, кто-то мясо там, кто-то там витарианец. Так вот и здесь все разошлись по клубам, по интересам. И мы встречаем людей, которые, как бы, ну, вот мы для них интересны. Мы для них. И, собственно говоря, на этом возникает какой-то вот обмен информацией. А какие книжки читали, чтобы вот это вот. Надо вот, кстати, провисеть. Какие книжки читайте вообще? То есть это было бы, как бы, наверное, умело бы такой вот. Спросил в зале, вот какие книжки. Ага, значит не те книжки. Все, собрались и ушли. Вот такие. Эвана как? Загнул, да? А, ты это читаешь? Да, иди слушай. Да, да, да. Вот тебе флешку с диджеем. Флешку с диджеем. С казантипом. Что-то типа казантипа. В общем, такая маракуйя. Музыка это не работа, это вот они этим живут. Ну да. Мы уже об этом объяснили. Да. Кто хочет работать, тут в 8 утра идет на работу. Но никто не хочет этого сказать. Как это никто не хочет? Ну так никто не хочет. Есть люди, которые мазохисты, они любят боль. А есть люди, которые любят причинять боль. Это начальники. А есть люди такие, которые занимаются в кайф чем-то. И находят свое предпочтение, за которое у них получается им за этот вид деятельности жить получается. То есть скажем так. Ну я не имею ввиду там зарплаты, какие-то там деньги там. Вот просто получается им по жизни этим заниматься. Вот если у человека получилось, это по барабану чем? Он может рисовать картины, не знаю, там в офисе сидеть, там в кайф там рыться, в верде набирать. Есть такие люди, наверное есть. Я не встречал, но как-то бывает, наверное. А есть люди, которые над этим не задумываются. Вот их с детства учили ходить на работу, там флаги носить, именно там респаранты, как-то в ногу. Они как-то так, для них это норма. Знаете в чем отличие человека от того, чем он занимается, скажем так, смысл жизни. Вот например, просто обычному человеку вот он ходит на работу, скажет, дай тебе миллион. Ну там не важно чего. Ну там золото, килограммов там. Только не занимайся этим. Вот что обычный человек делает? Он скажет, да, зашибись, я вообще не буду никогда там к компьютеру подходить. Кто-нибудь скажет, я метлу в руки не возьму. Третий скажет, я руль брошу таксист, к черту, пусть меня возят, буду там кидать, сорить. А творческий человек, увлеченный, даже не скажем так, увлеченный человек. Например, тот же бизнесмен какой-нибудь, он уже тоже какое-то увлечение. Так вот, ему скажут, на тебе миллион, все, завязывай со своим делом. Он скажет, нет, нет, ребята, не надо мне это. Вот это, собственно, я думаю, если любого сейчас поймать, гитариста, который там на сцене стоял на этой. Я не имею в виду сегодняшних ребят, там Скворцов, нас там. Вообще, ну, ребята, которые занимаются любимыми, он скажет, все, гитарист, отдавай гитару, вот тебе там денег. Сколько ты, не, сколько ты хочешь, как Шуру Балаганову, да? Сколько ты хочешь, что тебе для жизни надо? Да, вот такой вот, квадрат там чего-то, благо, благо, там, кредитная карточка. Все, отдавай гитару и до конца там, до гробовой доски не трогать. Я думаю, что эти люди, если они по-настоящему, по-честному занимаются своим делом, они скажут, не, ребята, не-не-не-не, я лучше буду там, как говорится, голодать, там, чем-то себе отказывать, ущемляться, но буду жить в кайф. Вот это отличает одних людей от других. Вот это, собственно, та грань, которая, ну, это будет честно, собственно говоря. То, что юлить тут, когда уже вопрос ребенок становится, а многие, как бы, ну, вот, как-то так сложилось у них, что-ли. В принципе, если все достигнут этого уровня, как дзен называют его где-то там, какие-то мудрые, мудрые Далай-ламы, вот. Это, как бы, мне кажется, вообще всем будет в кайф. Те будут рыть экскаваторами землю, гонять корабли, там, кто будет экскурсии рассказать, те разливать на баре. И вообще, с работы никого не угонишь. Вообще, все будут пахать, как, я не знаю. Чтобы вы, ну, посоветовали этим людям? Нет. Не будем советовать. Все? Отлично. Вы считаете, что правильно вообще кому-то давать советы? А если просят? Если просят? Потому что это, получается, как бы вам сказать, вот, ну, это будет, на-первых, навязывание своего мнения какого-то, во-первых. Во-первых, это некультурно. Ходишь по улице и раздаешь советы. Ну, зачем это? А если спросили, там, скажем, ой, парни, что там у вас, а гитара, там, например, звучит? А у меня не звучит. А ну, расскажи. Ты, понимаешь, такой рассказываешь. Что-то такого. А если вы неправильно посоветуете? А как ему неправильно посоветуете? Потому что меня просят. Я со своей колокольней ему рассказываю путь. А вот. Если хочет знать путь, пусть свою сделает колокольню, и там его что-то увидит и пойдет в своем направлении. Свой компас соорудит жизнь. Человек, который так вот дался, дали человеку совет, и он такой вот придерживался. Прозрел, то есть, откройте мне беду. Идеально. И нет там, я не знаю, там моза нету, да? Ты чего-нибудь добавить, развить. Да прямо там нет моза. То есть, совет как наставление, да? Вот так делай. Нет. Ну, у каждого своя башка каждый там варит. Поделиться своим мировоззрением, радостно. Да, это поделиться, это не совет. Ну, да, может и совет. Но это не то, вот сделай так и будешь ошибись. Кубик Рубика собрать, это не алгоритм какой-то там. Сделай там 25 шагов налево, поверни сундук золотом будет. Вообще, ошибись. Опять мы про золото, про сундуки. Вообще, значит, странно. Все упираем. Такие книжки читаем, такие вот в аллегории у нас такие. А знаете, о чем вы занимаетесь в свободное время? Хобби, может какие? Или... Да у нас это и есть хобби. Мы музыканты. Какое нафиг хобби? Не знаю, может вы коллекционируете бабочек или... А! А! Имеется ввиду такие... Дурганина, например. Ну вот я, например, езжу, вот я в том городе стараюсь, где сыграл концерт, кружку купить. Вот. С надписью этого города. Не просто там кружка там... Причем там с этими кружками. Реально. Там кружка должна быть определенной формы, с определенной ручкой. Это хобби. Это коллекционирование. Это... Это... Шизофрения, я понял. Это болячка. Но тем не менее, тем не менее... Я тоже чуть-чуть заразился этим. Чуть-чуть поболел, но на какой-то там восьмой, девятой... Тоже кружки. Да. Я просто переболел. Рюмки в ресторане тыри. А! Рюмки в ресторане тыри. Тоже хобби. Замечательно. Нет. А чего? А чего? Есть пачки там, марки коллекционируют люди там. Может, еще вот эти блинчики, которые для пива. Вот эти вот подставки. Тоже есть. Не, а я кружки. Вот у меня есть. У него нету кружки. У него просто шкаф закончился раньше. Но я сейчас покажу. Вторая полка пошла этим кружками. Просто чашек много с ним. Зашибись. Берешь такой рукой на ощупь. О! А там написано... Да. Захожу к нему чайку. У него стол усеян этими кружками. А там написано... Можно не мыть долго. То есть сделай чайку. Да. Сделай чайку. Попили чайку. А сделай кофейку. И чашки они просто не меняются. Крововоротка, кажется. А потом этих чашек нормально. Когда уже... Закончился стол. Последнее. Последнее. Ну надо вот уже помыть. Они потихоньку начинают мыться. Причем не тобой. Ну вот ситуация, да. Взял спалил, короче. Я тут хотел про хозяйственный. Какой-то... Бла-бла-бла-бла-бла. Домовитый. Может начать готовить хавку как-то уменьшить. Прозиционировать себя вот так вот. Есть большая сцена, есть... А Underground, как вы думаете, чем они отличаются в эмоциональном плане? То есть по факту это понятно? Да. Если вы имеете в виду какое-то продюсирование, да, этот продукт, которым занимаются люди за деньги, то это та же работа. То есть там набрали от брюнета рыжего двух кудрявых и сказали, что им делать. И эти люди ходят на работу. И многие музыканты, многие музыканты, в принципе, ну не все есть такие группы, которые достигнут определенного как бы интереса публики. То есть они забирают, например, залы какие-то там большие. Они представляют собой финансовый интерес для каких-то таких вот дядек, которым надо хватать деньги, которые этим занимаются. Так вот это вот подписание и контракт это уже работа. И в принципе ничего в этом плохого нет. Но если люди хотят как-то расширить свою популярность, то да. А Underground это как? Во-первых, половина музыкантов, которые сидят в Underground, ну половину, скажем, сидят разбить пополам, они занимаются как хобби. Ну для них это как вот человек сидит за компьютером, устал, побежал на гитаре, поорал в пустом клубе, ну это даже не важно, пустом, полном, не важно. С братвойства своей поорал, выплеснул свой этот адреналин, который он на работе там невозможно. Он сидит в алстуке, ну кого ж ты поорешь? Шеф, секретарша, любовница шефа, все, ты зажатый. Вот. Другая часть этих музыкантов, вторая часть, они как-то занимаются любимым делом. То есть для них ничего не интересно, они за ним живут. А если уже надстройка вот этих вот попсатов, что мы видим, тех, кто якобы достигли телевизора успеха, между майонезом играют и булками, огоньки с Пугачевой, ну тоже для них какая-то такая. Ну что я о них продумываю? Я там не был, не слыхал. Ну вот, мне кажется, вот так там дела обстоят. Это та же работа, то есть они уже не вольны себе. У них контракты, 365 там выступлений, год вперед, пьем таблетки, с радузником бежим. Это тоже, в принципе, ну как бы и мы бежим с радузником на концерт с таблеткой. Но, тем не менее, там уже какие-то, наверное, другие понятия, которых мы и не знаем. Это как в космосе. Вот летчик отправляет, что там в космосе? А он не летал-то. Он знает, что типа вроде невесомость там. Как-то так. Так и мы. Ну вот, про андеграунд мы рассказали, по-моему, исчерпывающе. Да? А вы к чему относитесь к андеграунду? Да, конечно, к андеграунду, потому что в телевизоре там нас нету. О, а, кстати, вот будет в синих экранах мониторов там, да, бояемся, в сети. Ну, сети это тоже уже сейчас как бы информационный такой мощный ресурс. И кто же смотрит телевизор, что ли? Да. Не, ну тетки смотрят, которые Михайлова слушают. Ну, мне так сказали. Только это же, скажем так, это андеграунд тоже. К нам никакого отношения нет. Это тоже андеграунд. Хорошо. Хорошо. Извините, пожалуйста, просто вот такой вот момент возник, что наших ребят, несколько групп не пустили на Украину, где их очень ждали, очень любят. Вот у вас не было таких проблем? Ну, я слыхал, мы когда сюда ехали, еще это какой-то такой вот, такой вот уже, как это назвать, я не знаю, такой холодной войны, да, назовем ее? Ну, я не знаю, как это, как это, событие или как это поведение властей, дать ему как-то, одно не условно. В общем, холодной войны назовем ее. Мы когда ехали, такого не было. То есть мы пересекли границу, и все нормально. Единственное, что нас этими вопросами сразу завалили, как вам там живется? Как вас там вообще? И мы так ходишь, думаешь, ну как там нам живется? Ну, живы, здоровы, ну живем. Я не знаю, там, песни пишем, в магазины ходим, покупаем хлеб. Он еще есть на прилавках. А потом, когда уже рассказали, что российские группы через границу в Украину не пустили, я как-то, для меня это дико было. Я вообще не понимаю смысла. Вот есть же, как бы, люди, которые, ну, граждане страны, они желают пойти на концерт этой группе, ну, мне кажется. Причем, это начинается уже, мы возвращаемся к тому времени, когда, например, по телевизору показывали там, ну, каких-то там, ну, по списку артистов. Вот их можно, а вот этих вот все-все-все нельзя. Ну, как бы. Возвращаемся опять к этой же ситуации. Это ситуация нехорошая. Это, ну, недемократично, я считаю. Потому что, ну, есть спрос на людей, они же не наркотики везут. Правильно? Я понимаю, что там какой-то есть спрос отрицательный. То есть надо его снижать. Вот. А здесь, ну, едет артист. Ну, я считаю, это плохо. То есть, вот это мое мнение. То есть, этого не должно быть в принципе. Ну, им же не представляет угрозу жизни выступить. Правильно? Не представляет. Тогда какой смысл их ограничивать? Это мое мнение. Твое другое мнение. Он заснулит. А че мы вообще-то? Да. Кто здесь? Ну, ты просто так вот все рассказывал, рассказывая, иначе я сказал. Да, я... Нет, это все пройдет. Пошло хорошо. Я надеюсь, пройдет. Это пройдет. Сейчас, как вы знаете, лес рубят, шепки летят. Все это пройдет, там, через какое-то время. Не будет так, что там тех пускают, тех не пускают. Оценка, это просто бред вообще. То, что произошло, это вообще... Мне за этих людей, поскольку мы граждане Гурины, мне просто неудобно. Мне даже иногда думают, противно. Господи, ну что вы там, залезли наверх и начинаете рули не в ту сторону вертеть. Может быть, как бы последовательно занимались бы. То есть... Нет слов, в общем. А что вы можете пожелать подписчикам портала Субкультура? Да и вообще всем человекам и людям. В первую очередь. Сейчас посыл мощный должен произойти. Давай, ты нас. Каждому, короче... Что там? О, да. Барабашов. Он настолько постоянно это говорит. Такой посыл. Поэтому у него даже ком подступил. Это такой трогательный момент. Давай, Валера. Все посылают. Они вырежут. Что ты? Что ты начинаешь? А я так вот, знаешь... Что? Вещает. Барабашовскую сумку бабла. Загуглите, поймете, что это. Любви там, вагон, состав. А, и, короче, быть нормальными чуваками и чуваками. Да. И там... Секса побольше. Аааа... Что еще? Что еще? А что еще? А тебе если побольше? Может кому-то достаточно? Пусть поделятся там. Кому достаточно. А, у меня тут осталось немного. Маш, будешь секса? Да, давай, Серега. Короче, недобор катастрофический за месяц. Потрахаться. Недостаточно. Давай, давай. У кого еще там? Нет, ну а что? Принесите сюда, складывайте. Не прокатите. Какого рожда? Нет, все нормально. Ну, хорошо. Я не знаю тех, кому там достаточно. Кому. Ты хотя бы одного человека знаешь? Нет. Так что ты начинаешь? Слушай, я бы там не задумывался, отлично. Рэй! Хорошо, в отличие от тебя я не знаю. У меня не интересовали какие-то там присыщенные. Нет, просто я вот сейчас об этом задумался сейчас. Я тоже об этом не думал. Вот задумался и понял, что это херня. Не то, наверное. Что значит? Ну, я понял. Хорошо. Засчитано, что как бы это назовем это. Выход половых актов должно быть вдоволь. Достаточно. Вдоволь. И много. Может даже чуть больше, чем надо. Я так не считаю. А, а что ты начинаешь из себя лепить такого пушистого? Сам вечно малолеток мутишь. Нет. 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 Это не я. Это не я. Это не я. Это не я. Мне было ни разу. Вечно мелких... Я не знаю. Ну, мне тоже такие нравятся. На концерт еще никто ко мне приводил. Вот, на, держи. Такое все. Нет, такого не было. Нет, было другое. Ну, это я. А ну-ка. Нет, нет, нет. Это, сугубо личные дела, которые... Поздно уже записали. Нет, так это все же не рассказывают дальше. Мы ждем мемуаров. Мы заруглим. Мы ждем мемуаров с нетерпением. Мемуаров. Да, мемуаров. Мемуаров. Мемуаров.